Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Посмотрел я прошедшие прогулки за Алешу Навального 23 января. Смотрел и оппозиционные каналы, и, так скажем, пропагандистские. Вы знаете, в принципе, и те, и другие говорят одно и то же. Идет взаимная ненависть, вражда, грязь льется с обеих сторон. То есть одни, допустим, оппозиционные каналы выставляют правоохранительные органы просто зверем, уродами моральными. Пропагандоны выставляют народ уродами какими-то моральными. То есть якобы народ там ломает все, там избивает полицию и так далее и тому подобное. То есть уже показывают там, как женщину ОМОНовец ударил. Ну, безусловно, это какой-то мудак. Просто давайте будем выражаться, как говорится, называть вещи своими именами. Это идиот, кретин. Безоружную женщину, не представляющую для него опасности, он просто подошел и ударил в живот. Я не буду сейчас вот эти кадры выставлять, я не хочу сеять взаимную ненависть. Просто я хочу призвать всех людей и народ протестующих, да, и полицейских, и ОМОН, и Росгвардию думайте своей головой, что вы творите. Знаете, у меня любимая книга в детстве была «Одиссея капитана Блада». Эта книга Рафаэля Саботиния рассказывает нам о том, что даже несмотря на превратности судьбы, человек должен оставаться человеком. Благородным, сильным, смелым, справедливым, честным. Вот именно к этому я вас и призываю. Протестующие, правоохранительные органы, оставайтесь в первую очередь людьми. Если вы видите, что творится что-то невообразимое, что-то неправильное творится, вы должны остановить это, а не участвовать в этой вакханалии. То есть я увидел в Москве, в Питере были беспорядки, безусловно, да. В Хабаровске людей ОМОН задерживал просто всех подряд. Я не буду выкладывать ролики, это все есть в Ютубе, в ТикТоках различных, можете найти, кому интересно. Я не хочу сеять ненависть, рознь между российским народом, я наоборот хочу объединения. И, друзья, что все-таки хочу подытожить, больше всего на улицы вышло молодежи, безусловно. Потому что молодежь, она не видит роста дальнейшего, не видит каких-то, какого-то развития своего. То есть молодежь понимает, что в путинской России для обычного человека возможен только один путь. Путь на кладбище, либо на кладбище, либо, как говорится, за рубеж, выезд. Все. Третьего не дано. И не будет никогда. Рост возможен только для детей чиновников, артистов, спортсменов и так далее. Но я хочу, конечно, тоже сказать несколько слов про сына Михаила Боярского. Вроде артист был такой, популярный. Вот посмотрел, кого он вырастил. Вот этот депутат, сын Михаила Боярского. Я даже не знаю, как его зовут. Это не важно. Он не достоин имени. Он просто говорит, что это не правительство виновата во всех наших бедах. Это мы сами виноваты. Понимаете? То есть у нас есть все предпосылки для того, чтобы стать, так скажем, успешными людьми. Я хочу всем сказать, что это неправда. Это наглая ложь. В России, даже если вы одаренный человек, у вас нет возможности для того, чтобы стать успешным человеком. Это чистая правда. Максимум, на что вы можете надеяться, это пенсия в 65 лет. Для мужчин и 60 для женщин. Причем нищенская пенсия. Будем называть вещи своими именами. Нищенская пенсия. И позорное существование. Ибо это жизнью назвать нельзя. Друзья, я буду следить, безусловно, за этими протестами. На следующие выходные уже, говорят, намечается новая серия протестов. Но я вижу, что эти протесты, они в принципе бессмысленны. Сеется взаимная ненависть. То есть, и протестующие народ начинают ненавидеть полицию. И полиция начинает ненавидеть народ. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вы все знаете, какой единственный путь для того, чтобы поменять власть. Об этом нам говорит старая, добрая американская пословица. Бог создал всех людей разными, но полковник Кольт всех их уравнял. Вот эта пословица отвечает на единственный путь, который возможен для того, чтобы сместить власть. Путинскую власть в России. Остальные пути, они бесперспективны. То есть, вы можете выходить на улицу, вы будете получать дубинками по голове и по прочим местам. Вас будут сажать в тюрьмы, в камеры. Вас будут штрафовать. С вами будут беседовать. Те люди, с которыми вы не хотите разговаривать. Все это будет. Но подвижек, изменений не будет. Что я хочу сказать. Еще интересная мысль, друзья. Навальный призывал людей выходить на улицы. Сказал, я не боюсь и вы не бойтесь. Но, друзья, я увидел и ОМОНовцев, всех правоохранительных органов в масках. И людей протестующих, они тоже были все в масках. Какой из этого может сделать вывод? Человек в маске добрые дела обычно не творит. Люди закрывают лицо маской для того, чтобы творить сеть зло. Вот именно это мы и увидели. И будем дальше видеть. До тех пор, пока мы, как говорится, с открытым забралом, не боясь ничего. Ладно, не буду ничего говорить. Сами все понимаете. Короче говоря, друзья, люди в масках, от них хорошего не жди. Ни с той стороны, ни с этой. Они будут творить только зло. И, друзья, еще такую мысль интересную хочу сказать. Вспомнил фильм «Огнем и мечом». Там в конце фильма как раз один атаман, Юрко Багун, как раз подъезжает к атаману. К атаману, да, гетману украинского войска. Как раз и он говорит, что вроде вы что помирились там с польским шляхтичем. Он говорит, да, нас предал крымский хан. И в итоге вот этот атаман, Юрко Багун, да, он смелый был, достает шашку и кричит. Кому дорога казацкая честь за мною. Там, ну все достают шашки в итоге. Но, гетман, Богдан Хмельницкий поднимает булаву и говорит, стоять. И так продолжается три раза. То есть, Юрко хочет Багун атаковать шляхтичий. А гетман Хмельницкий говорит, стоять. Мир заключен. То есть, я дал слово. Ну и он, конечно, не видит в этой вражде продолжающейся смысла. В итоге, Багун с небольшой кучкой своих людей атакует. Их тут же разбивают. И он попадает в плен. На милость победителя. Вот, друзья, примерно то же самое произошло и в России. То есть, Навальный сам приехал, вот как этот Юрко Багун. Да, он смелый, вопросов нет. Но он сам выбрал свою участь. Он знал, что его здесь будут преследовать. Его никто не тянул сюда. Он мог сидеть спокойно в Германии. Или в любой другой стране. А если даже ему, так скажем, намекнули, что здесь его нахождение нежелательно. Это его выбор. В итоге, пострадало большое количество людей. Уже, говорят, около трех тысяч людей было задержано. Несколько уголовных дел уже возбуждено. Многие сейчас избитые уже. Как говорится. Делайте выводы сами, друзья. Я еще раз говорю. Вспомнил тоже английскую пословицу. Старую, добрую. Ветрогоны и пустомели бьются между собой. А лорд, здравый смысл, сидит и выжидает. Не торопитесь. Посмотрите. Осмотритесь вокруг. И делайте свои правильные выводы. Думайте своей головой. А не следуйте за манипуляторами. Либо со стороны пропагандонов, либо со стороны навальнистов. До свидания. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки, если вы считаете так же. Или дизлайки, если у вас другая точка зрения. Ради бога. Мне интересно узнать вашу точку зрения. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.